Уже положили Красавцы 15 тысяч рублей, говорит, ничего себе, револьвер Спасибо большое, справились Ну, по крайней мере, у нас сейчас будет материал просто Там же логи, все дела, и посмотрим Лежит, работает, джик Ну, не знаю, там Вам виднее, я не буду отвлекаться сейчас Ну, то есть, мне нужно будет там Работает, работает Все ок А, вот и Соник Алло Здравствуйте, да Здравствуйте, здравствуйте Вас приветствует Командир батальона эльфийской расы Пока нет А вы нас приветствуете? Конечно Как дела? Скажите? Ну, рад, что снова позвали Надеемся, что сейчас что-то запланируется у нас и появится Вы еще ни с кем не договорились стримить финал? Нет, но я, наверное, финал все-таки на... Мне комфортнее одному будет его добиться Как вы думаете, кто выйдет? Кто выйдет в финал? Хитман или Лавлиет? Мне нравится больше исполнение Хитмана И идея, что он... У него больше значительно шансов против Хапача, чем у Лавлиета Но... Это так Судя по тому, что мы увиделись в играх Муна Судя по разнице между Муном и Лавлиетом Почти незначительной Я имею в виду шансов Ни у того, ни у другого в Бо-5 почти никаких нет А у Хитмана, как у Орка И который пободрее, чем Фокус Да и сам Хапач говорил, что ему Хитман не нужен в финале Поэтому... А ты что думаешь? Вот конкретно в этом матче кто выиграет? Почему-то я ставлю предположение, что я побаиваюсь, что Хитман сможет Но уверен, что Лавлиет вытянет А, то есть ты готов... А какие ставки, кстати? Я просто так интересуюсь Вы готовы ставить на Хитмана? Сейчас посмотрим статистику Я бы ставил на Лавлиета от себя Потому что я все-таки эльф Вообще изи Давай Я готов поставить на Хитмана Сколько? Пока не знаю Но у меня еще есть резерв 15 тысяч Которые твои Которые твои Помнишь, я тебя выиграл? Помню, помню На 30 тысяч спор был у нас с тобой Помню Вы сразу с опуска начинаете Хорошо, хорошо Это экскурс в историю Это факт Как бы Ну, было-было Че тут? Вот, дальше вам удалось отыграться Многоуважаемый Командир Эльфов Да, я увидел 56 и воодушевился Ну че, давай еще по пятнашке По пятнашке? Или... Опа, я по интонации понял, что ты готов Повысить ставки Ну че, надо чатик молчить пока сейчас Ну, хотелось бы хотя бы плюс 5 добавить Да, больше у меня как бы пока Слушай, там где плюс 5, там и минус 20 Ты ж понимаешь, как она работает Так Ты на Хитмана, да? Да, я готов на Хитмана 30-очку поставить 30-очку на Хитмана? Ну а почему нет? Финал будет интересный тогда, если победим Не, получается, если я выиграю Я тогда еще на сакаск финал выхожу Если нет, то... Там больше заплатить нужно будет Да, ого, ого, шиньки, больше 35 Не, ладно, я готов на 15, если ты готов на 15 Нет, ну все, ты бы сказал, давай на 30 А на... О, что? Ну без финала, давай на 30, без финала Без финала, да, без финала А то я не выдержу, у тебя еще потом целую серию После того, как ты выиграешь, еще будешь мне тут Рассказывать, какой ты молодец Я не вынесу этого, честно В смысле, почему рассказывать? Про финал или про то, что я уже выиграл? Я думаю, это не имеет смысла Может потом это войдет в аналоги в историю Но надо оставаться именно на стриме Варкрафта и не забывать, что это финальный Дримхак этого года Не знаю, случится ли, будут, по каким математическим данным Они определяют, будет ли в следующем году опять серия ESL Cup'ов Которая дошла практически 100 штук И финальный турнир в ноябре 2020-2022 года Правильно Как-то так Значит, ребят, как я понимаю, мы замялись с Михаилом Он ставит на Хитмана Не ставит, мы спорим Это разное, наверное А я спорю, что наш все-таки эльфийский брат Наш? Кто он тебе? Он даже в тебе не знает, наверное, что ты его брат Знает, у меня даже фоточка где-то есть Есть и видосик, и Алёшеньки Ничего, что это, не знаю Я их всех ходил, фотографировал Затискался, это, мол, можно автограф там? Ну ладно, это ты, мы знаем, что это ты, на, мол, держи там Да Как-то так Комендят? Ну, есть опасения, ребят Лично я думаю, что Хитман выведется в финал Ну и очень надеюсь, что Лавлиет даст бой Ну, Михаил уверен в обратном Ладно, посмотрим Не, я не уверен Если б я уверен, я бы больше ставил Но Как тут можешь быть уверен? Игроки сами не знают, что они Что они выкинут А, кстати, ты же видел первый полуфинал, что думаешь? Вот, каратенечко Ооо Я в шоке вообще с игры Муна Ну, если честно Как-то Я немножко опоздал на 5 минут Когда я видел, что с двух койлов уходит кипер Причем это, по-моему, было дважды Немножко расстроился Да, так и было Прямо, не знаю Вроде, ну, это уже финал, братка Неужели все настолько было нервно? Ну, Хитман улыбается, Лавлиет Так по позициям, как ты смотришь Этого парня дерзкого Он такие истории я раньше писал Когда он еще не был Ну, ладно, не буду рассказывать Не-не-не-не, что? Периодически меня бы потише сделать у тебя, чтобы я не квакал он. Слышно эхо, да? Сейчас сразу проверим вас. Все стало нормально? Сейчас узнаем. Нет, все еще так же. Да наушники надень просто, ну что ты, что ты это самое, как маленький. Сейчас, секунду. Так и сделаем, сейчас. Пеп, подготовка. Лариса, Лариса, старшой, надо что-то сделать. Конечно, конечно. Пришел на финал, гудит. Да, сейчас, сейчас, сейчас сделаем. Блэйдмайтер первым героем, кстати, обратите внимание. Вот так вот. Соник просто одеялся, что Миша будет молчать. Нет, нет, не надейтесь. Особенно, блин, 30к, 30к, можно вернуться в плюсе, куплю жене сапоги. Хотя, опять же, после прошлой тридцатки я просто списал их и все. И где эти 30к? Я их и не увидел, эти 30к. Я, правда, и 15к как бы тоже не с, ну, не с кошелька просто скорректировал и все. Но, но сейчас придется, видимо, докидывать. Когти плюс 5, выпадают козлу. Я буду болеть, с вашего позволения, за хитмана просто откровенным образом. Этот орк мне может денег принести. Это очень редкий орк. Давай, давай, Микаса, Микаса, Блэйдмастер. Пионс, пионс. Блэйдмастер начинает уже нарезать ласт хит. Отличная отмена. Своего пиона убил. И преследует козла уже. Молодец. Там Хантерс Холл. Там, кстати, я не вижу Т2. Это что у нас такое? А, у нас какое Т2? У нас же Хантерс Холл, он сразу соточку леса отъедает. И все, и до свидания. Оленя замочил Блэйдмастера. Настоящий охотник. Бегает. Преследует козла. Козел тут нарезает круги, ищет кого-то. Находит Гранта. Но Гранта прикапывать как-то не очень. Пытается перехватить уже. И блок! Нет, только удар топором по филейной части Кентавра. Произвел Грунцер. И Блэйдмастер продолжает. Уже второй круг нарезает вокруг. Круг вокруг нарезает в погоне за лошадью. Все, я надел наушники. Красава, спасибо большое. Ну, смотри, они бегают просто, ничего такого. Я болею за Блэйдмастера. Хитмана. Это орки вперед, эльфам. Я смотрю, у тебя ноль опыта просто. Ноль опыта, да, Михаил? Как ты чувствуешь себя с нулем опыта? Все впереди, я чувствую, я чувствую. Все впереди. Это я тебя жму на базе, да? Я не знаю, что ты там жмешь, но я вообще не чувствую абсолютно. Может, не то, что ты жмешь. Ханто, сейчас ловлю твоего Грунта. Ну ладно, ладно, пофантазируй немножко. Когти, ну давай, можно Грунта сделать. Подведи Ханту, вторую. 217 маны. База есть там у меня или нет? У тебя ничего нет и ничего не будет. Ни тридцатки, ни побед. Просто смирись с тем, что... Опа, 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 почему так поздно ты вышли? Ты же можешь... Ты понял, да, что можно было сделать здесь, а? Можно, да. Можно. Блин, вот ты, Вася, конечно, не ты, конечно, Хитман. Почему, почему он не это самое? Василий очень хорошее имя, друзья. Извините, все Васи. Ой, бегай. Что-то спятался? Зачем? Ты много потратил. Ты купил, получается, стафф. Так. Два поинта по хелкам. Свиток скорости даст. Ну ты неэкономный, я бы сказал. Очень неэкономный, мистер. Мистер, вы неэкономный. Что можно было сделать? Зажать козла между Блейдмастером и двумя нейтралами, которые спали. И у него не было оттуда выхода, кроме как через обычный телепорт, потому что персоналку перекупил Блейдмастер. И все. Но он не вовремя вышел из виндвока и не заблочил его, соответственно, и козел спокойно убежал. Тустафор удал. Немного. Базу вообще ставят на базе. Очень интересно. Помним игра была, где Фогг выгуливал базу? Да, да, да. На ЭХА. Да, 32-31. Перестало тебя слышно, Миша? Шума нету? Да нет, все прекрасно, кроме тебя ничего не слышно, никакого шума. Все прекрасно. Наконец-то, там по Сазу-то берешь. Мне кажется, что Хитман, когда вот начнется заруба, он будет похож чем-то на Лина в плане исполнения. И Лолита развалится от микроконтроля, от недостатка. Как ты думаешь? Ну, я думаю, он начал сейвово играть, супер сейвовая страта, если ты помнишь. Масханты, Арчи, 2-2, Алхимик. Вот тут опасно, вот видишь, увидел Блэйд, что будет предпринимать? Может убить, ему надо что-то делать. Не, не, он не может убить. Может убить, может убить. Как? Как он убьет эту базу? Если вот войска подбежали, уже теперь не может. Это там далеко они были изначально. Не знаю. Если бы стоял. Ты немножко сонный какой-то. Что с тобой случилось? Ты не выспался? Нет, я... Может быть из-за того, что я сегодня традиционно провел время за городом у родителей, и мы пообщались, попарились. Я после бани такой немножко спокойный. Надо было сразу говорить, что на благо вакрафтеров уже четверотый день подряд снимешь по 8 часов. Правильно. Ну, тут не только всеобщее благо. Я сам получаю удовольствие от этого, чего от греха достаить. Есть такое. Опять же, можно на тридцаточку подняться сейчас на изявах. Либо, либо не подняться, как говорится. Вчера было, да, уже минус 15. Смотрю, у него гамонный месье. Пошла атака. Пошла, пошла атака. Что из этого выйдет, пока непонятно, зачем он бегает здесь в лавлиет. По базе, при этом кипер из Блайдом стоит, у него есть там стаф. Сейчас поймали Ханту, ее сейчас убьют. Ой, какая жалость. Ай, блин, убежала. Ой, пур, смотри. Ой, минус код. Ой, что творится? Сейчас кто-то ливнет. Нет, нормально. Нет, 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 пока рано. Ну, исполнение уже хорошее. Я стараюсь. Ты просто в конце второй октавы там что-то берешь, и я тоже пытаюсь. Подобраться. Главное успевать крикнуть Шаве. Это очень важно. Пошла атака. 39-38. Думаешь, протектор отменят? Это рискованное мероприятие. Я не знаю, зачем он вообще его ставит. Для чего? Ой, 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 сейчас минус Блэйд. Блэйд, Михаил, это минус Блэйд. Тайсон, удар. Есть. Неплохо. Так. Так, так, так. Пошел звук. Ну, есть проблемы, да. Пошел звук, пошел. Кто-то взглотнул или выкинул наоборот? Ну, Блэйд. Сплюнул я сейчас. Сплюнул. Монитор, да? Окейшки. Идет дальше. Ну, я хочу тебя обрадовать, что до Ханта у тебя третьего левла, это важно. И ты ставишь базу. Это стандарт. Если абстрагироваться от Хихоник и Хахоник, то сейчас ситуация абсолютно стандартная, за исключением разве что отсутствия третьего кипера, что довольно странно на данной стадии. Вот сейчас будет. Ну, Алхимик второй должен быть. Есть третий. Ну, два шамана. Что он качает? Там энты, кстати. Броня есть? Броня есть. Кровзебис хороший, понимает Лолита, что не место здесь сражаться, пытается отступить, но падает первый код. Арчап отставляется, где? Пурч, пурч, пурч. Второй код. Да не пурч, он не будет пурч. Нет, в целом вообще два кода. Потом нечем диспелить, как они, либо энты. А, все понял. Бессмысленно и дорого. Ну, хорошо, да, давай. Окей, как скажешь. Радует, что хоть Блэйд первого левла. Ну, это да, это радует, типа, эльфа. Опасно вообще. Та-да-дам, та-да. 49-53. Финальная атака. Не знаю, рванет ли он убивать экспант, это важно. Да, вот экспант, да. Но почему финальная атака? Так, минус Арча. Серпент Варда ставится, энты приходят. Этот уже... Какой-то. Ой, опасный момент. Уже скровзебис закончился. Что делать? Варды ставятся. У Хитмана нет ТП. Он может поймать сейчас Шедро Хантера. У какого орка есть на такой стадии ТП, скажем мне? Ну, обычно это вполне лично. Ой, опасный момент. Ой, очень опасный. Очень опасный момент. Вот о чем я говорил. Пурш-пурш-пурш. Нормально. Пурш-пурш-пурш. Куда ты вернулся, дурак? Ой, дурак. Куда он вернулся, реально? Есть там? Есть там? Нету. Поджимает. Он ловит, бежит, бежит. Свиток нужен. А тут нейтралы, блин. Блинчик. 58 на 41. Что-то проигрывает Хитмана, мне кажется. 41 на 58. Я же тебе о чем говорил, что это финальная битва. Миша, ливай, Миша, давай. Альт-кию-кию. Напасно. 58. Кто там улыбается? Impossible, спасибо большое за соточку. Я начинаю уже отбивать тридцатку. По кусочкам. У тебя смех, это самый гиеновский, сейчас пошел уже такой. Почему? Ну почему ты так зло смеешься? Такой спокойный, спокойный был такой. Ну как так, ну Соник. Вчера было просто по очень, так, первое, как бы, понимаешь, если я вчера бы ничего не выиграл, не было сегодня фестиваля на сегодня. Поэтому немножко радуются. Да, я понял. Ильмита плюс 22. Да, это большое преимущество. Очень большое, очень большое. Я думаю вообще, на самом деле, в душе я гиена. Я вот думал об этом. Знаешь, вот бывают разные животные. Смех же не берется ниоткуда-то, он где-то есть внутри, правильно? Да. Как ты считаешь, вот ты как смеешься, как кто? Ты думал вообще про это? Нет, нет, это сложный вопрос. Можно на одном из курсов твоих по психоанализу пройти? Ну, я могу тебе сказать по секрету, есть как чайка, есть как пингвин. Чайку, да, я как баклан смеюсь, я помню. Ты как баклан? Баклан, да. А есть животное такое, баклан просто, я запутался. Ну, это мужская версия чайки, насколько мне известно. А, мужская версия чайки. Ладно, ладно, все, не отвлекаемся. И пошла база. 66. Вот это баклан. Надо длинную давать, длинную давать. Если длинную даешь нормально, держишь что-то, то тогда да. Ой, это пошли мемы, как смеется Михаил. Да. Герои 2,5-4 на 4-3, преимущество безусловно у Лалайта. Но меня немножко поразила некая пассивность Лалайта, почему он не выбрал момент и не пошел на орковскую базу. А он сейчас набирает третьего алхимика и идет. Понимает, что база, ему сейчас нельзя стоять. Он Хитмана, видно, немножко побаивается тоже. Видишь, не лезет, лимит 72, 57, знает, что орка не простит ему ни одной ошибки. Причем, при том, он у 2 ханты слил на ровном месте. Ты видел это все. Да, кстати, очень хорошо. Видишь, он выходит, уже минус 2 ханты. Нет, минус 1. Застряли все войска, к сожалению, эльф он не догадрался. Да, беспытом вообще были. Очень долго пытались пробиться через... Ну, вообще, время-то выиграли. И вместо там 22-х сколько-то лимита, разница, благодаря апкипу, отсутствию некоторого времени штрафа, сейчас все равно разница, блин, почти в двадцатку. Ну, посмотрим. Шаманы с маной. Позицию сейчас занимает каким-то Макаром Хитман. Его не кажется, что как бы много слишком чрезвычайным. Да, да, да. Ой, Lightning Shield, смотри, прям, ну там, виспап. Одного виспап. Диспэлит. Да, диспэлит. Scroll of the Beast. По диспэлю. Влетает. О, световлечение. Плюс 13 лимита. Да, опасно. А, капец. Алхимик. Очень много арчей. Там рев еще, Миш, там рев. Да, там рев, это очень большая проблема. Не просто не выдерживают залп второго лога. Все красное, перегруппировается. Саха все еще четвертый. У него камень маны, что немаловажно. Но хочется, чтобы отпустило немножечко эльфа, но там еще в секунд 15 будет действовать этот гадкий Scroll of the Beast. Эльфийский, добавляющий 25% урону. И очень больно бьют сейчас Арчи, Хантреса, Алхимик выхиливают. У Алхимика есть еще мана. Блэдмастера убивают. Лечение второй. Он пытается уйти. Уходит, не уходит. Там еще пушка подошла. Есть, есть. Какая атака такая. Ё-моё. В сердцах Михаила прозвучала эльф. Он все равно борется, видишь, не выходит. Да. Уже четвертый, пять-четыре героя, наверное. 74-57, все равно лимит. Пушка идет, сейчас будет стуроид. Стоит. Стоит Хитман все равно. Пятый еще до ухантерского будет. Виспы проходят хорошо. Очень хорошо проходят Виспы. Шаманы почти пустые все. И протектор начинает работать по пионам, которые добывают золото. Выкладывают предмет, восстанавливают. Но это 1-0, безусловно. О-о-о-о. Как-то так. Кто прилетел у тебя там? Это вертолеты, которые, как говорится, летают. Очень опасно. Я думаю, это звук в вертолетах. Они высаживают и плакаты в воздухе растягивают. 1-0. Лавлиет выигрывает Хитмана. Я заказал просто специально. Заранее, да? И потратил на это как бы те же самые 30к, но как бы зато красиво. Зато красиво. Мемы не появляются из ниоткуда, как говорится. Это 30к прилетели. Блэйд приходит. Энты всех рабочих убили. Блэйд пытается отчаянно. До третьего уровня. Как лев сражается, как лев. Хитман сражается, как лев. Но нет маны у Сахи. Падает. Блэйд снова. Я бы вышел. Блэйд уже здесь. Шестой кипер. Ульта. Экспанда уже, считаете, нет. И начало, конечно, подкачало. Подкачало, качало. Есть 1-0. Шавер. Ха, ха, ха. Нормальный. Ну че, ребят, терпим. Терпим. Кстати, Соник тебя развел, говорит Револьвер. Реальный коэффициент на влета 1.28. На хит на 3.5. А вы по 2 поставили. Ну, слушай, Револьвер, я же не с букмекерской конторы играю. Я играю с Соником. Думаешь, он про коэффициенты думал? Нет, это чуваку смотреть где-то и ходить. Развел, говорит. Мне кажется, очень, очень, очень дерзко сейчас Револьвер. То есть он утверждает, что ты меня развел. Скажи, это правда? Ты развел меня? Серьезно? Ты что, забыл, когда я на Colorful оставил, когда он 0.2 проигрывал? Ну, тогда нужно Револьвера подбанить немножко, я считаю. Развел, говорит. На фокус, а потом на кого вообще? На людей, которые явно ходить, какие-то коэффициенты смотрят. Это бред. Потом, когда это ставка в финале, типа, на фоге на Муна. Ну, да. Были классные. Но игры Лавлиет показал сильные. 1-0 пока. Посмотрим тут дальше. Но мне бы... Я уверен больше, если Лавлиет пройдет, очень многие говорят, будет ли Варденко. И Хэппи боится очень сильно в Варденке. Очень сильно. Но он в основном где и играет. Просто, насколько будет ли это исполнено, очень красиво или нет, хотелось бы увидеть. Так, выходит здесь топ-аналитик Варкрафта. Хороший, кстати, момент. Это важное... Важное сражение. Я считаю, что они должны звать всех кого-то для русскоязычного комьюнити и выделять отдельно им стрим. Потому что они в основном для англичан делают, но в основном у нас же тягают. Русскоязычное население намного больше играет, чем в основном для людей, которые только английские. Как-то лично мое мнение. Угу. У меня отдельно. Так они, ну... Корейцы, китайцы, в принципе, английские не особо понимают. Ну, он немножко не то показывает. Ну, рисует. Вишь? Да, да. Стрелочку пытался нарисовать. Заход Хитмана уже сюда был неправильный. Он должен был стоять ближе к лесу от барака слева, либо уходить сразу вверх. Он как-то встал, видишь, его и барак чуть-чуть жмет, и непонятно, куда будут стрелять змейки, потому что тут здание. А... Лавлиет, наоборот, нормально уходил под сторону. Он лучниц не трогал. Лучниц не трогал. Видишь? Кого он бил, неизвестно. Начал еще на каком-то основании бить алхимика, при этом не имея телепорта. Это просто провал, если вот так оценить. При этом круг делается для чего? Чтобы он успевает уходить, а алхимик просто... Вот хантой упустил Лавлиет в единственный момент, попытался поджать, но ушел. И шаманов всех просто отдал. Видишь, он обратно берет. Непонятно зачем. Он поджимает шаманы, погибают, уходят два Грюнта, и сейчас он только отвлечен на Shadowhunter и Блейда. При этом 3-1, и он уходит. Бессмысленная, в принципе, битва была для арка, данная. На базе у эльфа знает, что у него там могут быть колодцы. Как-то так. Да, у него еще база достраивалась. Ему только время нужно было, по сути, а не размениваться там или... Под бетоном, в принципе, не лезть, и... Парень, у тебя первый Блейдмастер, тебе надо хотя бы третий, тогда он будет нормально делать, и ты мог бы, если ты зажимаешь уже алхимика... Ну, Блейд первого, он с инволком, нету корейпов, то бишь, не будет халявного минус-дымога у противника героя. Как-то так. 1-0 пока. Ну, Хитман тоже соберется, хотя вчерашние игры против Сока, это прям мега стресс. Лично я считал, что Сок уже собрался на третьей игре, но пятую он просто мега слипнул. У меня вчера очень горел, когда я играл Сок против Хитмана, Хитман выигрывал 2-0 практически в сухую, потом 2-2 и в пятой игре он опять Сок не ставит пушку. Ну, что это? Карта, как бы Тиндер Хантерс. Тайт Хантерс, опять у тебя Тиндер пошел. Ну, она как бы чисто для баталии, он 4 игры бьет до этого форсера, но неужели ты не понимаешь, что он придет тебе снова форсера? Под экономит рашен. Сэкономил, вот все, минус там пара сотен доляров на призов, просто на ровном месте. Как-то непонятно. 2 минуты дают перерыв, Лавлиет очень молится, сбивается, Хитман ушел. Понимает, что Лавлиет будет играть 100% только хантами, скорее всего, и по стандарту старой стратегии. Но Хитман, и вот именно вот эту стратегию он убивает вообще в ноль. Если Хитмана когда-то и катал, то катал он сами. Эту стратегию он просто пережевывает. Не знаю, как он ей проиграл здесь. Серьезно? А ты на каких играх, какие последние? На 2-4 чемпионс он постоянно играет. Или по моей памяти, вот именно данную стратегию алхимики типа ханты и мослушица, он просто выплевывает. Против талонцев он сыпется очень часто, я еще там пробовал на ESL Cup Америка играть. Не так, что часто, но иногда сыпется. А это он просто, ну-то как-то, знаешь что, подщелкивать как-то орехи. Как-то так. Ну-то смотрел. Халдир Элдер Скайд говорит, скажу по поводу вчерашней тему Сильваны, которую превратили в баньши. Помимо Алерии есть еще одна сестра. Очень, очень полезная информация. Халдир, спасибо большое. Я попытаюсь уложить ее в картину мира. И жена Ронина. Ты знал жену Ронина? Да конечно, ты шо, у меня тут целый, можно сказать, гарем всяких жен. И Ронина, и Ронина, и Ромки. Кого только там нету. Целый, можно сказать, отряд. Очень важная вообще информация. Согласен. Теперь мы знаем и идем дальше. Про философию пока рано, ребят. Возможно, если звук стал лучше нас оставить на финал. Но пока не точно. 0-1 мы пока, 1-0 пока мы выиграем. Будут ли споры на финал Happy, Love, Let's go? Ну, не знаю. Но если Happy, Love, Let's go, я готов, конечно, поставить на Happy. По понятным причинам. По понятным причинам. Чувствуете, уверенность пошла. Но сейчас не об этом. Сейчас нужно, чтобы Хитман победил. Правильно? Нам все это нужно. Нам всем это нужно. Тебе да, нам нет. Нам нет. Так, тот сидит, комментирует. Набрали ребят. Что за ньюфак комментирует с Мишей, говорит, а равен. Ньюфак. Я помню фотку Соника на каких-то там бородатых украинских ВЦГ отборочных. Когда-то там был белым, такой милированный, худой. Это был какой-то там четвертый, что ли, год, 2004, да? Было такое? Ну, по-моему, да, да, конечно. Ньюфак. Говори. Я держал сцену в Украине по локавку, как мол. И главное это самое, главное, только что рассказывает Соник про последние там матчи с Хитманом, матчи, которые мы наблюдаем, про то, что там отжимал он талонцами периодически. Ну, и человек вообще не смущает. Если ты не знаешь человека, то как бы не факт, что он ньюфак. Возможно, проблема в том, что ты его не знаешь. Вот, если серьезно, да, Соник старенький тоже. Тебе, наверное, где-то 30, тоже 3-4? Да, 34. 34. Ну, и, соответственно, на такой профессиональной, полупрофессиональной сцене... Ой, я не помню, там вы, наверное, с Хотом долгое время, где-то с года 2000... А, нет, там было еще несколько игроков. Было, да. Самое напоминающее, что это было GameX. GameX, да. GameX. GameX, ему, ну, потом очень долго, то ли отдавали миллион, то ли не отдавали. Очень много трушных историй было по этому поводу. Вроде сказали, что отдали. Я, правда, не знаю, но истории там очень забавные были. Я тогда с АПМ-70 познакомился, он подошел. Я тогда 4К ФОВа убивал Ожогом на Твистел Меддлс. Стояли за спиной, меня смотрели, говорит, ну, что это за дебил играется Ожогом в этом году и против 4К ФОВа. Я всегда говорил, что Ожог у Дэмона Хантера прям супермощный. Такой. Так, и ты убил ФОВа? Нет. Зачем ты привел в пример тогда это? Ну, я убил, я держался больше всех, как обычно, как бы. Это мой был, по-моему, первый мощный лан. И я единственным, кто нормальным навыком играл от Дэмона Хантера, а не Моноберном и Ожогом. Он меня рашил, у ФОВа был от Дэмона. А, да, я помню, два скрепа там, скорее всего. Да, да, да. Ой, 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 ой. Да, он добил, да, он добил всего. Извините. Сколько людей потянулись к пультам, если смотрят на телеки, там такие крики просто ненормальные. Ребят, простите, тут пион приходит и киркой добивает жирного троля. blademaster 2 левел там полтора плюс 30 к это удар на плюс 30 к просто победный победный это просто ужас это ужас он чистый вот теперь ну понятно кто выиграет на этой карте так нельзя играть лавлиету вообще ни разу если он думает ну собраться и победить выйти в финал да был 4к фури у него там целый отряд был ой ну фури слабенький по сравнению с фолом конечно 4к и с фолом со всеми остальными 4к фури по европейским меркам был не самым сильным андедом а минус арча просто ой найс режь ее режь ненавижу эльфов уничтожай его за 30к я готов сколько стоит придать вашу расу ну на часик можно за 30к просто козла я и так недолюбливал на самом деле но не из-за того что это плохой герой потому что я за него сам играл какое-то время а из-за того что он достал уже во всех во всех матчапах заполонил ну нормально в принципе пока нету диспела он может держать и раз третий блэйд сейчас будет алёша оп оп на на нет да есть начинайте мочить козлов надо держать и рамки я понимаю что ты после бани уже как бы под белым или под красным ну держите нет мы мы не мы там прием только минералочку и чай черный зеленый ты что у нас нормальная бани у нас не сауна у нас бани ага это имеет разницу конечно минус висп глаз поставил на базе очень плохо ловли это он базу не ставит спасибо большое димазик за там мне еще добавили на компенсации 30к ну да я вижу тебя подбадрит буздаров я чувствую отлично сегодня что значит шабе и да это на корейской да пока остаться тайны пока еще рано скрывать карты поэтому полно а зачем он прикопался сейчас вот к чему это было интересно я не знаю вообще просто чтобы просто смотри кто тильтует у нас а что такое сейчас на встречу просто мне не на встречу да на встречу выйдут а не на зеленую пойдет пушки ставить вот это я вот не люблю он думает что будет база но он не видит базу он должен сейчас проверять искать проверять подожди там ламбер мил вообще уже строится просто думаешь он увидел или он просто перестраховывается он понял что нету экспаска будет какая-то как-то как артитана слушаешь как прочитаны и попахивает что будет победа хитмана все-таки попахивает очень приятно кстати запах не того да увидел пушки наконец-то нет не увидел 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 наконец-то да будет бить час но там минус грунт не может не радовать катапульта сейчас очень важно должно вот сейчас если он по дисплее ты сможет убить блэйда видишь но бессмысленно а вот это это хорошее да ты бы ты прав отменять пушку дисплее тиспа прикапывать окружать убивать это минус 3 за год и не так сказать это было было очень близко шаман вышел шаман вышел ребята пишут что скорее всего зарашит нет ребят какой что катапульта делается там протекторы дойдут 2 выходить будет да он должен был сразу отменять уже пушки после того как он увидел даже с бронёй уже там будет его ждать скорее всего катапульта минимум он еще пытается перехватить один это не в этом нет особой прямо необходимости острый но смотри как он не дает сесть ему через виндвок просто да и сейчас можно до того как он дойдет до елки будет жрать попробовать его еще немножечко но нет и по накалять я думаю да потому же катапульта есть сейчас 2 я не очень далеко а может быть даже не стоит вторую брать как ты думаешь или нормально надо собраться такие статегии не пойдут в финале хотя бетона нету миша они вот он заканчивается вообще четенько попытался ворваться убить хотя бы 1 1 1 протектор а бору да но протектор стоит в полтора раза больше чем буру да все будто он доделался все ничего не сделать надо уходить просто пушками идти ставить базу просто уходи лавлиет депортируйся с базы аркайд и без вторая катапульта да то что две катапульты может каких-то рабочих пытается убить цветка нету ну нет минус пион один и минус магазин это успех можно сказать да протектор стоит не помню сколько 160 очень дорого и виск еще да и брайна ну зачем он можно что-то придумать же а у него нетча блестинг уже есть да есть скорость да это стресс но он пытается шагнуть сейчас медведей и возможно стоило это делать сразу прям то есть файковать уже как получится так получится нет лишним минведе он будет масса че уйла я чуть не убил а магазина нету москвичи видишь он грейд делает арча да 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 ссори ты это желает я же забыл он т3 делает для арбы и арчей да и будет мастить арчами пытаться побить но обещал только поздно начал отводить а это сразу будет бласт пойдет пытается поймать дело в том что ему нечем лечить будет юнитов под катапульта шаманы полные очень все плохо вообще просто лезет ну т3 доделал миш кстати он да тут есть еще не ггшечка хитман что-то должен предпринимать как он может выиграть флот бластом да с рычами убьет змейки патма пошла арчи с двух бараков да он уверен в своей победе все протектор вообще никак не убить там приходится за ним бежать чтобы одно что подсветить когда ты подходишь поближе катапультами то надо вард какой-нибудь поставить или кого-нибудь пустить что этот гад он же там окопался прям очень сильно он сейчас должен выбегать срочно идти в атаку иначе проиграет а может быть орку еще этот не полениться сделать огонь для катапульт да он сейчас и сделает когда у него появится т3 т3 пока нету так можно будет арчей убивать катапультами даже капец как он долго ждет слава тебе господи 2 с их а 3 блэд там 3 кипер полтора алхимика а попытка попытка не снял ну ё-моё сейчас будет минус ханты лечь колодец важно убить опасно блэйда можно потерять да потеряет лол просто на ровном михаил 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 да я в шоке я не знаю почему столько времени потратил вообще на эту пушку минус шаман минус еще идет в атаку нет красную точку и брать этот как его пакин возвращается даться без блэйда серьезно да серьезно возвращается третий левел нужен нам базу ставит лавлигет что а почему нету уже 50 лимит все есть так надо выходить 70 и очевидно и он его рашид серьезно видит от ревелец о ты понял ты понял не показывали этот момент нету т.п. есть сейчас просто будет ты штучки оставляем и все не но это отмена экспанда как минимум да по любому Ой, плюс двенадцать Плюс двенадцать Хорошо, что я хоть лавлет их взял Минус базы, походу Вообще все в тень ушли, окей Ну, что ты будешь с базой делать? О, он не отменил ее Отменил, по-моему Вис поехал Я увидел, что у нее там 110 леса Там должно быть Хотя приблизительно отменил, да? Две катапульты сейчас будут держать нормально Да, пока ты Ancient of Wind не сделаешь Кстати, Ancient of Wind здесь хорошо против Ласта Хотя бы ради Феррика одного А зачем этот вызвал, скажи мне? Ну, чисто по приколу, наверное Смотри, как я могу или что? Ну, типа да, знаешь, как в детстве Смотри, как я могу Да, 90% травмированных людей потом так... Говорят, а как вы сломали себе руку или ногу? Смотри, как я могу Ну, как-то я не знаю После такого еще выиграть вторую Это сильное заявление Согласен Но еще тут не совсем понятно, выиграет или нет Но разведка очень хорошая у него Ну, 50-50 Почему у Шамана дается на Драконе? Ну... Сейчас Булбласт будет очень сильный Ловит Лечение Это, ну, бессмысленно там... Лечение, диспел Нету смысла, что... Ему нужно уходить Сейчас его атаку дадут с Булбластом Опасно Не показывает вообще Просто показывает, как убегает Что случится... Глянь... Блейд Мастер... О-о-о-о-о-о-о... О-о-о-о-о-о-о Арбы имбовые, эльфийские, ненавижу их. Там две арбы стакаются друг с дружкой и эффект увеличивается. Блин, еще опсы, я бы... Да, вот кто... Одна катапульта там осталась, что ли, уже? Да, одна. Один, вторая делась, господи. Кто-нибудь объяснит, куда вторая катапульта делась? Ну забери ее, ну е-мое. Что ты хотел с апсами сделать? Мишта, что ты хотел с апсами сделать? Пока не решил. Но показывает ужасно, ну не меняется причем ничего. Да. Четвертый ShadowHunter, 50-609. Не, нечем вообще сбивать, надо по-любому две арчи оставлять на базе. Ребят, если вы играете после вас, и после вас летает вот такой летчик, две-три катапульты оставляйте, соответственно, в насильно одной катапульте хотя бы один-два юнита. Тогда, в принципе, вас это беспокоить не будет. Но это там не было просто ожога, если орка делает все-таки огонь, то лучше строить гиппогрифа. Это правда. Иначе это беда будет у вас на базе, очень сильная. Очень хорошо Alight пользуется возможностью, подъедает что есть. То есть и фонтанчик не дал, и... Да, и 61 лимита у него. Очень хорошо, очень хорошо. Хорошо, что что еще? Да, звук наладился, ничего не шипит, а можно потом смотреть будет, а то я читаю комментарии на ютубе. Насколько я хорош или настолько нехорош. Проходит Blade. Вообще, игра, такое впечатление, после такого очень тяжело реабилитиваться. Ты теряешь три пушки, три виспа, ты потом выходишь в Т3, еще ставишь базу, прям, ну, не знаю. Игра до конца. Питлорд с двумя кольцами и с хаулем. Виспов берет с собой Лавлиет, чтобы законтрить Бладласт. Очень опасно сейчас битва будет. Блэйда сразу бьют. Блэйда нет инвула. Ну, у него есть свиток и есть елка. Диспелл пошел. Пять виспов. Как больно выгребает Блэйд, ты согласен? Да. Ой-ой, какой лимит. Ну, диспелл... Хороший лимит, равный лимит. Равный лимит. И с Бладластом можно сейчас дать нормальный бой. Давай, Хитман! Хитман! Где там пятый СХ? Не пятый СХ. Минус Гранд, минус Хантреска одна. Блэйда опять потеряет! Нет! Успевает, не успевает. Уходит, успевает, уходит. Не уходит, уходит. О-о-о-о, какая боль. Опять все под Блэйд, ластом. Очень опасно, очень опасно. Все под Блэйд, ластом. Заметь, что он не стал это самое. Не стал тратить до сих пор большой бутылку маны. Он ждет пятого СХ, он ждет Вэлью. Да. Не от диспелла у эльфа. Я не знаю, зачем он ломится. Он ломится, тут Гранд, ты под Блэйд, ластом. Работаем! Надо уходить на ТП эльфу. Не надо никуда уходить, надо просто понадаваться немножечко здесь. Чуть-чуть. Хауль, минус 30 урона. Пытаются Пита убить, у него плюс 4 армора. Несмотря на осидку, у него 7 армора. Не подходи Питлордам. Лечит Питлорд и хорошо нарезает алхимика. Ой, арчи там сзади стреляют. Хантриска на последних хитах уходит. Что делать? Так они... Патму, Патму, режь, Патму, Патму, режь. Причине. Ай, Блэдмайстер, Блэдмайстер уходит. Не уходит. Уходит, пытается. Ай, опасно. Блэйд сейчас умрет, умрет. Умирает Блэйд. Стоп. Есть, есть, стоп, есть. Блэйда, выкупать надо. Патму, Патму, инвул на Патме. Пасай Патму. Инвул на Патме. 59-41. Ой, 40 на 60, капец. Там арба вот эта вот, она вообще такая бесячая, капец. Она такой урон дает. Фух, какое давление. Ой, ты знаешь, если тебя бесит, то можно сказать, мой глаз радует две арбы. Как-то так. Так, вот, значит, мы, да, заговорили? Да, базу поставил, Хитман, смотри, микронычку. Да, видишь, Арчу оставил, даже не две. Пошла атака, на колодце сейчас финалочка будет. Без Блэйда, финалочка такая себе. Ну, сейчас посмотрим, как оно будет. Блэйд из бэээк. 100 Блэйд, 98 секунд, сейчас минус база будет, если они выкупать. Бежит Шамана выкупать, понимает, это провал. Три Грэйда на армору орка, интересное замечание, посмотри. Да, да, это Блэйд Блэйд. Конечно, должен кто-то диспеллн, за счет как раз Петлорда вот этой темы будет отбиваться. Не стал нападать, правильно, качает колодец, полностью вылечивается. Ну, причем у эльфа Грэйд только на атаку 2-0 у него, если ты заметишь, что... Ну, это вторая аура еще у Патмы, там такой урон все равно вылетает. Да, мощный. А у Жени здесь не посражаться. Вот тут вообще плохо. Ой, Кипер. Надо вылечь, четвертый алхимик. Инвул должен Блэйдер. Я не знаю, что он... Не берет его, причем, очень странно, отдает его постоянно, но не берет Инвул. Может, выкупает, Весинвул ловли ед. И он в этот магазин не заходил. Плюс 30 лимита, здравствуйте. Приехали. Сейчас его размотают. Пошла атака. Ладлас, критер. Он даже без виспов идет, прикинь? Даже без виспов. Просто Блэйд где? Нету Блэйда. Блэйда, минус только Петлорка, что он не успел 3-класса. Я в шоке. У нас не будет интриги тогда в финале, если Лолита выйдет в финал. Почему? Я считаю, он будет давать бой против Хэппи очень сильный за счет Вагденки. Да? Ну, а кто еще может навязать такой бой? Посмотри, Игорь-то уже против Фогги, против Хитмана. Ты видишь ли какие-то ошибки? Ребят, мы все стримим с одного сайта. Он укрепляет АП? Это 1? Это 3? Мне нужно обреактировать? Мне сейчас скажешь что-нибудь. Да, камбэк просто после трех неудачных протекторов. Это большая речь. Это сильно, да. Я большой фан от Янеда Гарсона. Там некоторые товарищи убиваются просто в эту застройку и все. Личи выходят и все, да. Да, и выходят. А тут уверенный переход в Т3, как будто он так и планировал. Да. Beautiful game. Супер стратегический, как говорится. Дается. Первый слив Блэйда это был ужасен. Не знаю, как так вышло на самом деле. Но это еще не столько решило игру, потому что это было, если по-дематически я анализирую, получается, было убито 3 пушки. При этом был потерян 1 или 2 пиона. И слит от Ивиспа. И больше особо ничего. Там один Грюнд от Ильфа. Вот на этот момент, когда он сливает Блэйда, не все так сильно становится. И не все как бы печально. Поэтому первый раз Блэйда, в принципе, слить еще было можно и играбельно. Причем Сова его просто споймало. Но он должен понимать, он недоконтролил, побежал почему-то через верх. А надо было бежать просто вниз, потому что он должен был увидеть, что у хипера хватает маны на корне. И там по первой, второй, есть Сова, значит, тебя посветят и поймают, что ты не уйдешь, несмотря ни на что. Потому что у Блэйда не было стаффа и не было инвула. Но это не решило игру. Момент решения игры, я не знаю, пока что нет. Они обсуждают, что, типа, первый слив Блэйда это был критический здесь. Но если вы посмотрите на экране, то лимит у хитмана 45. Лавлиета 47. То бишь, это не стало критической точкой. Баталии с критической точкой стало, скорее всего, в игре. Если он был более аналитический, то что было потрачено очень много времени на убивание последней пушки, которая просто не имела сенса в данной экспозиции Варкрафта. Потому что две пушки были убиты, третья пушка просто грызла Деева. Но, тем не менее, хитман кинул все, что можно. Да. Ну, или можно было оставить пару катапойт на мэне, добивать эту пушку. Самому идти подкрепиться, что ли, немножко. Ну, и игнорирование инвула в Блэйдом. Очень странное занятие. Все равно приходится потом расхлебывать это либо свитком, либо бутылкой, либо лечением, либо выкупанием этого Блэйда из таверны. Да. Контр-атака. Там только контр-атака. Причем у тебя есть бетон, у тебя есть пионы. Ты берешься, приходишь, застраиваешь сам. Если вас не получилось застроить, вы должны обязательно вернуться и застроить противника, чтобы он больше вас никогда не строил. В общем, в той ситуации, мне кажется, гораздо лучше было бы ставить самому экспант. Либо ставить экспант. У тебя вот есть две катапульты еще для развлекания. Ты время можешь повыигрывать нормально, полетать. Он же все равно, вот катапульт нормальный не отобьется. Да. Пока не построит дрозда. Либо оставляя часть армии, соответственно, ему пушить будет сложнее значительно тебя. Либо он теряет методично там мунвеллы там какие-нибудь. И так далее. Как-то да, есть немного. Ну, посмотрим, что будет дальше. Может, он как-то пересмотрит, переиграет. Взяли 4 минуты отдыха. Может, это сможет что-то решить. Очень хороший вопрос от Bonami. Миша, а что вы такие богатые с Соником, что так просто на 400 баксов спорите? Почему ты предложил на 30к спорить в первый раз? Почему вот именно такая сумма у тебя? Когда сегодня? Не-не-не, в первый раз. Когда ты проиграл 30к. Проиграл. Помнишь, ты проиграл? Когда-то было, что там было, надо вспомнить, это где-то в блокнотах. Ну, я позвал семейный, как бы, кондоминиум, можно сказать. Лобное место. Мы обсудили со всеми, риски, не риски, можем, не можем. Так. Кондоминиум сказал надо, можно. Проголосовали, все единогласно. Но сказали, если все, то будешь, как бы, все отрабатывать потом, как можешь. Полы мыть, там, знаешь, туалет, драйвить. Сам понимаешь, как говорить. Ну, ты же проиграл, и что, и что получилось в результате? Ну, вот, что получилось. Что получилось, вот видишь, теперь ты игровая. Как могу. Уже осталось меньше домашнее. Блин, ну ты уже в одной, в одной фейте, а меньше домашнее работает. Да. Ну, а как ты хотел? Я могу в минус 15 в результате уйти. Но шансы еще есть, но, опять же, Хитман играет. У него проблемы, думаешь, именно с этим мэчапом, или у него какая-то сейчас проблема с настроем? Там, ты же говорил, что там отлетает. Стандартный эльф двухбарачный от Хитмана. Ну, то есть, ты отлетал? Да. Не знаю, что с ним вообще происходит. Но, опять же, ланы это всегда... Очень многие люди путают, что вот то, что ты показываешь в интернете, можно применить на лане, на крупном турнире, где все собираются, где кто-то кого-то подкалывает, кто-то рофлит, кто-то фотки в твиттер выставляет. Пытаются давить по-разному, знаете? Ну, по-разному. На некоторых это может зайти, на некоторых может не зайти. Но, тем не менее, сбить мораль, вот саму концентрацию-то, ты знаешь, вот как-то... Знаешь, вот бывает момент, например, вот если ты там девушка, вот первая ваша, как говорится, первая-первая ваш контакт, вы уже все решите, вот сейчас пропадет проход хромочка в норку, и оп, звонит телефон. Сбилось все, согласен или нет? Звонит, да, но надо телефон оставить. Там Плис пишет, я тебе вчера говорил, что Хитман... Слушай, Плис, ты вчера говорил, что Химер не будет строить Мун в тот момент, когда я отгадал. Помнишь? Помнишь? Ты спрашивал еще в чате, даже сохранился чат, типа, сколько ты готов на это поставить, и говорил. Я не заметил это во время трансляции, но, как бы, по идее, ты денег тоже должен. Да, неопределенное количество, правда, не успели обговорить. Неопределенное количество, да? Ты дошел, кого унижать, да? Дух и Миша. Ну, кого-то хочется. Не, ну я спросил, сколько готов поставить, и не более. Так, чисто из любопытства, да? Такое... Есть люди, конечно, да, интересные, что могут, как бы, сказать А, и потом с этим А и остаться, и потом... А-а-а! А-а-а-а! Понятно, А бывают разные, а? Да. А-а-а! А, бывает и МЕО! А почему, кстати, здесь нет талонов, как ты думаешь, почему он решил в козла на Last Refuge сыграть? Ну, он понимает разницу в кейзах, я считаю. Понимаете, единственное Типа, сейвовая стратегия За эльфа была, типа, доказана Что, типа, в каких-то кукургах Что вот маска 3, 2-2, Грей Либо потом резкий переход Как ты видел в предыдущую игру Просто варчер Варчерок и 2-0, 3-0 делать Брать арбы и маск героев И все, что надо для счастья Я не знаю, как можно вообще сохранить героя При таком пуш Если у тебя нету массивных Атак от Таурена и Форсера Знаешь, этим Чайником, то чем убивать Вообще Сплетж юнитов эльфа Хантов и арчерок Если есть хотя бы Таурен и чайник То можно слить их за залп Попытаться, а если нету Он просто выходит вперед И вот дают 2 залпа и он падает Просто падает Это очень страшно Но Хитман не меняется Он строит 3-го блейда Возможно, он мог бы попробовать Форсера взять первым и поймать Хэдхантеров Он очень неплохо ими играет Как ты можешь заметить Прям очень круто И контролит их, выводит их По игре с соком Там эксперта предлагает Любому желающему в чате Забиться на пятнашку На победу Хитмана Ну он на Хитмана, видимо, стоит Если кто-то там хочет Пожалуйста, спорься На одну игру хочу добавить На эксперта, если быть внимательным На одну, да На эту одну игру Это очень важно На карту, Мишту Потому что сейчас Эксперта это твой Один из многих Сам понимаешь Надо внимательнее Оп, револьвер принимает Смотрю Миш там принял револьвер Походу Ну он может себе позволить Потому что он Помнишь, экспресс на 30 выиграл Вложил 10 тысяч Получил, блин, 300 Принято, они приняли, Мишу На эту карту поставили Да, принято, хорошо Возможно, он что-то знает Блин, ну тогда будет приятнее, конечно Обыграть Не только ты проиграть Не-не-не-не Еще и револьвера выиграть Это будет очень хорошо На эксперта, давай На эксперта На эксперта А в это время тащат второе кольцо, блин Причем с территории Орка Стащил кольцо Кипер Это очень Начало такое себе Ужасно, я бы сказал Ну, минус рача, наверное Блин Даст, чуть есть Но посмотрим, что случится Ловит, окей Раз, два, три Не догонит, да не догонит, он Сфиток заюзал Догонит Если б Сфиток не заюзал, он не догнал бы Окей Дайс, 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 Коля Парадайс Все знают Молодое поколение Фидман настроился очень сильно Уйдет бой, Блэйд Что он будет делать, что он делает База База, ханты Слив арчи все равно неприятно Ну, два лимита Так, бегают, грунты Разведывают все потихонечку Угу Глянь, там звуки переспрашивают Ну, вот видишь, как люди порой невнимательно все читают Если ты чатик читаешь На игру или на серию Да Револьвер переспрашивает, на кого он Просто, ну, контент на ровном месте Револьвер переспасил Ты ему на хитр Ну, как ты? Опа, хороший момент Сейчас виспа подрезаем, который собирался ставить Это не только минус висп, но и тайминг базы По сути Минус дерево Плюс 25 опыта Очень много Все знают математику в Фогде Ребят Висп не 60, а 120 Чтоб вы знали Ну, дерево это конкретно сбивает Револьвер там уточнил Все довел до этого Зуги начинают кричать, что это несерьезно Это вообще ужас Идут ханты Ну, нет, он не убьет его Не было смысла даже ловить Маны нету Там есть став Был бы третий левел Типа, а было бы, возможно, получше Да Ну, возможно, это дело для того, чтобы Блэд не вернулся Миш, кстати Я подумал об этом Чтобы Блэд не вернулся И не украл у него что-либо из артефактов И опыта К рису это очень важно Проходит дальше Возможно, не эксперта что-то знает Ну, игра идет в прямом эфире Тут, как бы, что, знает, не знает Ну, это понятно, но он чувствует Блэд идет отбивать и Шадоу Хантер сейчас набьет Третий левел Это важно Давление, конечно, давление, да О, отмена базы сейчас будет Да Сто процентов Если он сейчас может нормально поджать Он видит виспо, может позвать Психанет на базу Пойдет, добьет Шадоу Хантера Нет, он где-то отбивает базу Теряет опыт Но он поможет Ну, давай посмотрим Бомбочка Есть, да, бомбочка И сов нету Даст, даст, даст Ну, нет Почему он стоял? Почему он не стафается? СТАФАЙСЯ! Это лол В смысле? Он стоял на месте просто Да, он и не стафался И добивает Что он делает? Что он делает? Кто-нибудь объясните Ничего не меняется Пока у Хитмана, блин Ничего не меняется Просто Блэйд сорвала в лоб И теперь дает И базу не отменяет Что такое? Ты видел сейчас, как здесь сработало тоже? Блэйд как будто застрял на месте Или он его не дотыкал? Он отвлекся, наверное Либо не дотыкал, да Ну, провал конкретный У него есть стаф Возможно, он не рабочий был просто А кто его знает? Да нет, он же... Для нее рабочий, рабочий Сейчас Shadowhunter ловят Я иногда просто болею Видишь, все-таки Из-за Хитмана Но, тем не менее Я знаю, что Лавлиет должен собраться Сейчас, походу, весь чат забьется С Никсперта на катку Ну, сейчас ты уже забиваться Что-то, ситуация уже Тфу, позднее Люди, они такие люди Блин, ты посмотри Тут ЦХ еле-еле просто Сейчас еще Голем выиграет его Сейчас выиграет Нет Грюнты сейчас все убьется Шаманы Грюнта словили Диспел Что происходит? 3-0, капец 3-0 будет Просто 6-0 Доминация по полной программе Почему он сразу на персоналке реально не улетел? Это же стандартная ситуация Да? Он же покупает ее для этого? Да Как так-то? Как так-то? Просто отбивает Идет атака Возможно, последняя 47 линей Нет, он сейчас базу будет бить с Чакрумом Чакруму есть? Нет, Чакрума нету Та не, он будет делать Чакруму или нет? Туретки пошли Аркада Да, Туретки пошли Где Чакрума? Чакрума нету Миш, ты видишь? А там протектор стоит У-у-у-у-у Так и Чакрума нету ТП есть, ТП есть Чакрум пошел Так щас 3-0 сах а Рабочие пришли И начинают делать вышки На самом деле протекторы Это, конечно, хорошо Для эль в такой ситуации Но не ульта Может, 2 вышки и магазин поставить? А-а-ах Ты видит все, а? Ты видел? Видит, конечно Выводит Так Чакрума не делает Да, сделал чакру, наконец-то, наконец-то ловли Какие-то полминуты уже делаются, ну чё ты начинаешь? Да он внизу хун сделал, хоть вы видели, наконец-то Магазин отбивает сейчас пушки Он должен поставить пушку тут, где орковский рабочий собрался, ставить Я чувствую, если ловлет выиграть, я должен болеть за ловлетов в финале Откуда у него ещё сапплай-блог, кстати, хороший вопрос У Хипмана? Да Ну, он не вставил нору Там же просто магазин убили Да, он просто не вставил нору Ну, вставил просто и всё Он идёт сейчас в последнюю финальную базу, возможно, на базу главную Вот это очень важный момент, чтобы ловлет сейчас ману киперу восстановил А у него есть большая бутылка маны, хочу заметить Миша, ну скажи, что ты чувствуешь? Вот странно, что он кольца не передает алхимику, козёл Да стоит ли я быть в финале? Хоть звук хороший Ну, ловлет, соберись, давай отбивайся Очень крутые игры, я думаю, ловлет сможет сделать бой в финале По играм мы видим, что он просто не допускает ни одной ошибки Вызывает мана, идёт база, подходит виспы сейчас Рёв, рёв, пошёл Всё диспелится Очень хорошо, что виспы выводятся по таймингу правильно Чётко диспелил мана Блэйд второй не так мощный Есть там свиток, есть ли свиток? Есть, ставит пушки Забивает, понимает, что не застроит 46-57, ловли это больше Что дальше, и продиспелит ли что-то? Есть севи, Блэйда Блэйда пытается поймать Блэйда Блэйд только со свитком, без ингулочки Вот о чём благо Обговорено Третий Блэйд вызывает энтов Диспелит, там два продиспелить можно? Очень много этих змеек Пушка, пушка достраивается уже 52-49, отлично Блэйд свиток, Shadowhunter может полетить Shadowhunter нет, там ещё есть два циклона Чтоб подкинуть Алхимика, врывается Да, это, по-моему, победа за Хитмана Он собрался и понял, что базу не пробьёт Просто не должен дать ему успеть настроить лимита 48-46, проходит дальше Бомбочки нету, чтоб кидать Ловлет потеряется сейчас Потому что он в шоке от такого товара Что достаивается пушка Но сейчас будет опасный момент Да, больше стрелять по нейтралам пушка Это может минус сыграть даже Он только подсветит наверху Если зайдёт наверх, и всё И начнётся такая боль Но большое количество арчей Плюс есть возможность поставить баллисты Арчи не дают поставить новые бетонные пушки И чем дольше здесь находится Хитман Тем сложнее ему будет выиграть Лышка начинает стрелять У неё скорость атаки там 0.8, кажется Или там 0.6 даже, 0.6, кажется Он чуть ли не два раза в секунду стреляет Урон маленький, 16-18 Но постоянно бьёт, постоянно давит А ситочка пошла Арчи миллион Баллиста достраивается Алхимик лечит Рунные браслеты почему-то не продал Хитман, ой, в смысле лавлиет Он не нужен абсолютно эти рунные браслеты никому А офф нормально работает Танкует Не, он не продавит здесь никак Я думаю, ну сейчас посмотрим Спасибо на сапоги для Миши Тебе скинули, Миш Спасибо большое Поешь пошла катапульта, серьёзно Врывается Лайтнинг щилд Недоконтроль блейда Лечение на блейде На нём никаких предметов нет Ещё лайтнинг щилд Пытается развести тут же Виспы контрят Сэха должен лечить блейда Но нет Блэйд Ай, потерялся Это ГГ Револьвер согласился на 30 Против Никсперга ГГ Это победа Поздравляем Да, плюс 15 в результате вышел Ох Всё, ребята И у нас остаётся финал Револьвер выиграл плюс 30 Не что, видел? Револьвервер выиграл плюс 30 Ну, я не знаю, какие шансы против Хапача у этих двоих Ну, в смысле, у этого лавлета Главное, мы будем уточнить, я думаю, очень сильно Я так и предполагал Сейчас будет очень много варденки И финал будет убойный Но, не знаю, чтобы был Соником с Майком Ребята, давайте Да не, я один уже решил Я ж не это самое всё Кто его узнает, что зрители могут передумать Мы вас ждём, спасибо, что были с нами Плюс 15 Да, да, да Поздравляю, молодец Я начислю себе их Спасибо, до новых встреч Пока, пока, пока Не будет у нас хитом на финале Но с такой игрой, может быть, и не стоит Его там наблюдать Да, по Рассе, возможно, он не самый Но если Муна 3-0, как бы, вообще интриги быть не должно Но, видите, Соник считает, что Лолита может что-то показать Сейчас мы послушаем интервьюшечку После этого сделаем, видимо, стоп-старт Зальём видосик на YouTube Что сейчас после игры ещё с игроком надо пообщаться Ну, у Хитмана явно проблемы с мэтчапом Он недоконтроливает Блэйда Да, даёт его очень часто Просто бесконечное количество И даже когда вот на Консилд Хилд Была обнаружена застройка И вроде как адекватно он отбивался первое время Всё равно В мидгейме, в лейтгейме Вот это вот тоже странный был врыв Ради чего? Непонятно Пошёл вниз, потом сейчас вернётся наверх На сову, попадёт под окружение Очень небрежный микроконтроль от Хитмана Такое впечатление, что... Не знаю, что По сути, все нарезки Это по этим... Смерти Блэйдмастера, посмотрите Просто куда... Он с десяток раз за эти серии Отдал своего Блэйда Ты же говорил, что Хитман такой замечательный Но это было на основе тех игр, которые мы смотрели Его против фандедов Переводим 3-0 В начале было казалось, что всё не очень хорошо Что происходило в твоей голове, когда ты чувствовал в самом начале, что отстаёшь от противника? После этого будет прерыв, минут 10-15 И потом уже финал Нуфигася, долгий ответ Как она запомнит это всё переводит Я волновался перед этим матчем Потому что Хитман очень хороший игрок Я не хотел фанатам показаться неуверенным каким-то Хотя был готов проигрывать на самом деле Видим, что Хитман не любит играть против талонов Но почему ты там в Массарчей выходил, а не в талонов? Талоны, талоны! Не нужно использовать талонов для того, чтобы победить орка Хорошо против эльфов, хуманов, орков Сейчас вот ты первый раз с Андэдом встречаешься В самом сильном мире Чтобы победить на турнире, ты должен победить Хэппи Ты готов сделать это и заполучить трофей? Куда он готов? В общем, улыбку дает! В общем, улыбку он должен победить В общем, он должен победить И мы будем победить Теперь мы должны победить Хэппи и трофей Вы Dawли В общем, улыбку Обיט �ن, улыбку Хотелən Улыбку Нулồi Нужно Трофей Он И Улыбку Раб Пу Когда В Я вообще думал, что другие позаботятся об этом, и не готовился особо, и к этому матчапу то вы же, ну, как я сказал до этого, и Хэппи был счастлив, когда узнал, что я выиграл в полуфинале. И сейчас я немножко разозлился, узнав о том, что вот так вот его уже похоронили. Злой, не злой, это будет 3-0, с большой вероятностью. Но я не утверждаю, не забиваюсь ни с кем, ребят. Уже хватит, минус 15 мне хватит. Ну что, финал, следующий матч. Стоп-старт, погнали.